Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, а это новое видео, посвященное лору игры Destiny 2 на канале Triple Vibe. В комментариях к роликам вы часто пишите, что тема загадок истории игры и её мира интересна, так что игнорировать просьбы делать ролики по лору я не имею права. Сегодня я решил пойти на небольшой эксперимент и рассказать о персонаже, которого нет, ну или пока что нет, во второй части игры, но в первой он, а точнее она, играла важную роль, я говорю об Эрис Морн. Подписчики нашей группы ВКонтакте уже могли ранее видеть подготовленный материал о ней, но я решил адаптировать статью в видеоформат. Итак, устраивайся поудобнее, Гардиан, начинаем! Эрис Морн является одним из самых загадочных персонажей во вселенной Destiny. Её роль была ключевой сразу в двух DLC, Dark Below и The Taken King. Некогда Эрис Морн была одним из стражей, а пока вы решаете, горячая она или нет, я расскажу историю, с которой её ввели в игру. Дело было так, Эрис и её группа из стражей Эрианой 3, Толандом, Амаром Ага, Вэл Тарлоу и Саимото отправились в адскую глотку, локацию на Луне, чтобы уничтожить принца Улья Кроту. Случилось это в тот же отрезок времени, когда Авангард вёл бои за Луну с попытками отбить её у Улья. Об этих событиях вы можете узнать из моих ранних роликов «История Destiny» на канале. В тот раз человечество было вынуждено сдаться. Улей настолько прочно окопался в холодных недрах Луны, что спутник нашей планеты мы были вынуждены отдать. Эрис же с её группой постигла другая, ещё более жестокая судьба. Каждый член боевой группы был убит Ульем. Но как вы догадались, кроме Эрис Морн. Она выжила, но потеряла своего призрака. А как нам известно, при потере призрака у стража остаётся лишь одна жизнь. Своя собственная. Страж становится смертным. Казалось, как может теперь выжить страж в таких страшных условиях, оставшись в тоннелях Тёмной Луны, в которых Хайвы уже давно чувствуют себя хозяевами. Каким-то образом Эрис адаптировалась к вечной тьме и леденящему ужасу смерти. Потеряла свои глаза и заменила их тремя оками Улья, овладев силой тьмы. Параллельно с этим Эрис изучала Улей, их иерархию. И тогда, когда ей всё же удалось вырваться из пасти Луны и вернуться в последний город, её знания оказались очень полезными для борьбы с тьмой. Но так ли всё просто? Представьте себе, что в вашем последнем городе появляется существо, которое вроде выглядит как человек, но уж слишком явно было тронуто тьмой. Глашатой и завала не доверяли Эрис, и единственным, кто прислушался к ней тогда, была и Кора Рэй. Она завербовала Эрис, дав ей, казалось бы, простую задачу – следить за активностью тьмы. Первым делом Эрис Морн раскрыла исчезновение ведьмы Омнигул из Адской Глотки и её прибытие на Землю. Как оказалось, Улей планировал атаку на Распутина. Наш Страж в этот момент как раз отправился в бункер, чтобы отбить атаку Улья. И с этих событий начинается сюжетная линия первого расширения оригинальной Дестани – The Dark Below. Конфликт Эрис Морны и Авангарда шёл красной линией через всё дополнение. Она не разделяла взгляды Глашатая на Тьму и Улей, и чётко дала нам понять, что Авангард не обладает всеми нужными знаниями. Дело в том, что у Улья было особое оружие – Меч Кроты, который обладал, как легко догадаться, могучей силой. Авангард же считал, что этот меч был уничтожен, как древняя реликвия, однако он ошибался. Эрис потребовала у Стража уничтожить этот меч и убить принцев Роя. Затем Эрис выяснила о прибытии на землю ещё одного генерала Улья – Сардона, Кулака Кроты, который пытался пробудить душу Кроты. В этот момент план Улья стал для Эрис абсолютно ясен. Улей пытался пробудить душу Кроты, чтобы тот смог вторгнуться на землю и поработить её, однако главным препятствием к выполнению этой задачи было наличие Распутина – защитного Вармайнда. Поэтому Омнигул и пыталась либо уничтожить военные, либо сломить его на свою сторону. Ни то, ни другое, к счастью для нас, не вышло. Эрис Морн разработала план по прерыванию ритуала, который должен был пробудить душу Кроты. Стражу пришлось вторгнуться в храм Кроты, уничтожить трёх ритуалистов и кристалл, через который и пробуждалась душа, а затем и вовсе отправиться по следам Эрис и убить самого принца – Кроту. Сложно представить, что было бы, если бы Эрис Морн не поделилась с Авангардом своим знанием. Её видение ситуации и понимание Улья изнутри помогли предотвратить потенциальное второжение сил зла на землю. На некоторое время последний город был в безопасности. После уничтожения Кроты Эрис обратила своё внимание на его отца, Орикса, короля одержимых. Как оказалось, Орикс узнал о смерти своего сына и хотел отомстить стражам. Эрис предвидела вторжение Орикса и обратилась за помощью к Маре Соф, королеве Рифа, и Осирису. Мара Соф была замешана в событиях оригинального сюжета и второго дополнения, а потому её появление было очень кстати. Что касается Осириса, то он не участвовал в событиях коренным образом, однако поделился своим знанием с новообразованным Тайным Союзом. Пробудившиеся во главе с Марой Соф оказали первое сопротивление Ориксу. Её флот смог нанести сокрушительный удар по Дредноуту, который уже был в Солнечной системе в битве у Сатурна. Эти события мы и видели во вступительном ролике аддона The Taken King. В результате Дредноут навсегда застыл на месте, а флот пробудившихся был разгромлен. Но из-за того, что Эрис обратилась к королеве напрямую, человечество и совет авангарда не знало случившимся и наткнулся на Орикса чуть позже. По ходу выполнения миссии на Фобосе, откуда последовал сигнал бедствия, безымянный Страж обнаружил некий вид энергии, который прежде никогда не встречался. Следуя по следам, Страж дошёл до призрака Орикса. И как только тот был обнаружен, Эрис с ужасом объяснила, что Орикс выпустил свою армию одержимых, справиться с которой будет очень непросто. Примечательно то, что армия одержимых представляет собой не только исчадья Улья, а также представителей других рас, чей разум поработил король, будь то падшие, кабал или даже вексы. И по сути своей эта армия бесконечна, пока жив её лидер, обладающий этой тёмной силой. Во время войны Эрис Морн помогала Стражу лишь своими советами и знаниями. Но после убийства Орикса в сюжетной миссии, Эрис появилась на месте сражения, расколола меч короля одержимых и забрала тёмный кристалл. Сопроводив всё это словами, «Я приняла свою судьбу, я не дрогну». Что же хотела сделать Эрис? Положить конец Улью? Или занять трон Орикса и стать королевой Улья? После войны одержимых, Эрис вернулась в последний город и находилась там какое-то время. А перед своим отправлением из города она посетила Ашер Мира, который вернулся с миссии на Ио, где как раз и потерял руку в Пермедионе. Эрис сказала другу, что она скоро покинет город, так как не может бороться с Ульем, при этом самой находясь за стенами. Добавив к этому, что скоро грядёт буря. Как выяснилось, этой бурей оказалась война с Красным Легионом и нападение на город. Почему Эрис Морн не предупредила стражей о вторжении Кабал? Почему она сказала только близкому другу? Почему он не передал эти знания, завали или хотя бы мерзавки и коре? Для чего Эрис забрала кристалл меча Орикса и куда вообще пропал один из союзников Авангарда? Возможно, ответы на эти вопросы мы получим в будущих дополнениях. Но на данный момент Банжи сохраняют завесу тайны над этим персонажем и я очень надеюсь, что она появится в игре в виде нашего нового мощного врага или самого верного, но неоднозначного союзника. Я обожаю Ульей и было бы здорово получить какой-нибудь рейд или сюжетную линию с их стороной тьмы. Эрис Морн чем-то напоминает Осириса. Борется против тьмы своими способами, но не доверяет Авангарду. Потеряв практически всё, друзей, корабль, призрака, Эрис не сломалась и продолжала дело Стража, уже практически не будучи воином света. Вечная борьба против тьмы для Морн превратилась в одержимость. Эрис по сути своей первой и пока что единственный известный нам Дарк Гардиан. Страж, владеющий силой тьмы и обращающий эту силу против её самой. Идея существования таких Стражей давно не даёт покоя фан-сообществу игры. Ну а на этом всё. Я рассказал об одном из своих любимейших персонажей, чья история пробирает до мурашек. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Интересно оценить, насколько интересны видео по лору для вас. Оставайтесь на связи и... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok